В течение последних двух недель поведение обеих сторон и Вашингтона и Пхеньяна было скорее импульсивным, чем рациональным. Взаимные упреки и угрозы создали атмосферу, которая, по словам президента Трампа, не способствует продуктивному диалогу. Так же, как и неоднократные высказывания высокопоставленных чиновников обеих стран о возможном срыве переговоров на высшем уровне. Накануне решения американского президента отменить саммит в Сингапуре, заместитель главы внешнеполитического ведомства Северной Кореи заявила в интервью информационному агентству КНДР, что если Вашингтон не прекратит незаконные и возмутительные действия, она обратится к высшему руководству страны с предложением перенести дату саммита или полностью отменить его. Более того, замминистра оскорбила вице-президента Майка Пенса, а затем пригрозила Соединенным Штатам вероятно ядерной войной. Если Трамп и Ким не договорятся. Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. Несмотря на дипломатическую перепалку, Северная Корея начала плановый демонтаж ядерного полигона и даже допустила туда иностранных журналистов. В четверг стало известно, что северокорейские власти произвели серию взрывов на военном объекте. Об этом сообщают журналисты, наблюдающие за процессом демонтажа. В Сеуле эту новость восприняли положительно. В Вашингтоне на Капитолийском холме некоторые законодатели изначально скептически оценивали процедуру подготовки к переговорам с Пиньяном. Обычно саммит, подобный этому, с участием двух лидеров, это месяцы, месяцы и еще раз месяцы, если не годы предварительных переговоров по важным вопросам. Поэтому я всегда скептически относился к подготовке этого саммита. Он мог создать что-то такое быстрое, а сейчас пришло время, чтобы на самом деле обсудить проблемы. Другие считают оппонента Трампа, Ким Чен Ина, крепким орешком в переговорах. Ким Чен Ин, так же как его отец и дед, является очень хорошим переговорщиком. Он способен демонстрировать энтузиазм или его полное отсутствие относительно этого саммита, чтобы проверить реакцию президента Трампа. Саммит в Сингапуре отменен. Однако, как отметил в своем послании к северокорейскому лидеру президент США, цитата, «Если вы измените мнение относительно того, что делать с этим крайне важным саммитом, пожалуйста, позвоните или напишите мне». Санжар Хамидов, Настоящее время, Америка, Вашингтон.